Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы поговорим о дополнительных или других значениях некоторых слов и их применении. С течением времени слова иногда приобретают новые значения, близкие к основным. Такие значения слов называют дополнительными значениями или другими значениями, по-турецки yan-anlam. Очень часто это слова, которые относятся к названиям органов человека, но не только. Зачастую использование дополнительного значения слова совпадает или похоже с применением в русском языке, но не всегда. Посмотрим на наши слова. Первое слово «баш», которое переводится как «голова». Пример с использованием прямого значения слова «беним башим ауриор» – «у меня болит голова». И пример с использованием дополнительного значения «дау башины думан алмыш» – «вершину горы окутал дым». Здесь слово «баш» по смыслу используется как «голова горы», что является вершиной горы. Следующее слово «аяк». Прямое значение «нога», например, «эбру нун аяна чивибат мыщ» – «в ногу ибру вонзился гвоздь». И в другом значении «масанын бир аял крыл мыщ». «У стола сломалась одна ножка». Здесь слово «аяк» используется в другом смысле, но по логике все понятно. Нога стола или стула – это его ножка. Следующее слово «канат». Прямое значение – это крыло птицы. Например, «юасэндан дющэн явру, крылан гэджин, канады крыл мыщ». «Птенец ласточки, выпавший из своего гнезда, сломал крыло». И в другом значении «чо дюклар ойна аркен, ойун джак учаланын, канады на крымышлаш». «Дети во время игры сломали крыло игрушечного самолета». Здесь по логике все понятно. Есть крыло птицы и крыло самолета. Следующее слово «бурун». Прямое значение – это нос, как орган. Например, «бурнумда бир бэмбар». «У меня на носу есть родинка». Да, слово «бэн», кроме местоимения «я» может еще означать родинку. И в другом значении «лимоная клашан геминин бурну герендю». Показался нос корабля, приближающегося к гавани. Нос корабля, то есть его передняя часть. В принципе, по логике все понятно. Следующее слово «кол». В прямом значении «сау колум, сол колум дан даа гючлю». «Моя правая рука сильней моей левой руки». И в другом значении «капынын колу я ваш чачеври льды, весанеля ричинде копы очалды». «Дверная ручка медленно повернулась, и дверь открылась за считанные секунды». Здесь это слово используется в значении «ручка двери». Следующее слово «гёс» – это «глаз». Например, «ни нем гёсун ден амиль я толд». «Мои бабушки сделали операцию на глазу». И в другом значении «калям ля римасанен гёснебрактен». «Я положил карандаши в ящик стола». Здесь слово «гёс» используется в значении «ящик». «Масанын гёсю» – ящик стола. Может быть «долабын гёсю» – ящик шкафа. Или «чантанын гёсю» – отделение сумки. Или может быть «иненин гёсю» – ушко иголки. Вот в таких значениях можно применять это слово «гёс». Следующее слово «сырт» – спина. Например, «хастанын щекаети сыртындаки яраларданды». Жалоба пациента была на травму спины. И в другом значении. «Бубитки да ларын сыртындаблунош». Это растение встречается на хребте гор. То есть спина горы по логике это хребет горы. Следующее слово «дищ» – это зуб. Например, «доктор дишмичекти». «Доктор удалил мне зуб». И в другом значении. Здесь тоже должно быть всё понятно, потому что в русском языке у нас похожая логика. Следующее слово «аыз» – это рот. «Когда ты ешь, ты должен закрывать рот». И в другом значении. Здесь слово «аыз» применяется в значении «вход». По логике тоже всё нормально. Рот пещеры – это вход в пещеру. Следующее слово. «Боаз» – горло. Например, «боазмы ущуттюм». «Я простудил горло». И в другом значении. Он наполнил бутылку до горла. Здесь у нас не горло как орган, а горло бутылки. Ну и в русском мы также применяем это слово. Конечно, дополнительные значения есть не только у слов, которые обозначают органы человека. Например, слово «маса» – это «стол». Я поставил «цветы на стол». А в другом значении это слово может быть использовано так. «Полис мемуру качак чулык масса сэнда георев лиди». Полицейский был сотрудником отдела контрабанда. То есть здесь слово «маса» использовано как отдел в полиции. Или еще слово «дал» – это «ветка». Например, «куш ин джебир дала конду». «Птица села на тонкую ветку». И в другом значении. «Будалда башарлы олабили джеми сан юрум». Я думаю, что смогу добиться успеха в этой отрасли или сфере. Слово «дал» может быть использовано по логике как ответвление в бизнесе или в экономике. И может быть переведено как отрасль или сфера. На этом все. Надеюсь, примеры предложений и какие-то отдельные слова были вам полезны. В качестве задания попробуйте составить предложение со словом «диль» с дополнительным значением этого слова. Пишите свои примеры в комментариях под видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Спасибо за внимание. До скорых встреч.